Там вон они, видишь, с трапециевидными нишами здания стоят. Вот именно куда нам надо попасть. Там акустика сильная, звуковые эффекты. И там появляется много соколов. Про соколов это отдельная тема. Камышек, из которого делается так называемая трилогия. Кондор стоит на пуме. Кошка огромная. И пума стоит на спине змеи. Это называется трилогия. Кто-то когда-то поменял одну птицу на другой. И они сейчас копируют друг друга. И на этих камнях вот этот постаментик небольшой, где изображена эта трилогия. Кондор, пума и змея. Так вот, кто-то поменял совсем другую птицу на кондора. Когда испанцы пришли, у них на знаменах Кастильцев, у них был орел Кастильский. А две хищные птицы, они не могут совмещаться для одной империи. И видимо, у меня лично такое предположение, что кто-то взял и по меня просто послал кондора, чтобы хоть какое-то отличие было в птицах. Потому что... А изначально должен был сокол быть? Сокол. Сокол. И я его нашел. Борельефы потрясающей красоты, находящиеся на севере Перу в туннельном городе Чевинды-Уантер. И там находится изображение соколов в большом количестве. Кастильцев. Вот в этой гигантской ступени интересно то, что нижняя часть до большой платформы выгнета вовнутрь. Не вовнутрь, а наружу выгнета. А те, которые поднимаются ближе к руинам, они вогнуты вовнутрь. То есть как две волны идут. Туда и сюда. И помните, я говорил, что пирамиды перуанские, они не имеют правильных геометрических форм. Они погибают в природный ландшафт горы. Но это все то же самое пирамида. Ступени. На вершине пирамиды находятся сооружения сакральные. Под сооружениями обязательно было наличие туннелей. Привязка пирамид к реке Горной. Полигональная кладка. Звуковые и акустические эффекты. Все то те характеристики, которые и у правильных пирамид. В табличках правильно, потому что у них просто их правильные геометрические формы. Египетские храмы, пирамиды, храмы и мексиканские и все прочие. Все они были связаны с акустическими эффектами. Вот сейчас мы и попробуем. Режем, режем, сидим, и ваим. Афтографируем. Иди, я тебе подсвечу. Иди, иди. Давай, свет есть. Тут видно хорошо. Он коротенький. Молодец. Ну иди, когда я покинулся, берем. Классно? Нет. Нет? Нет. Давай двумаски. Давай, давай. Молодец. Там, где остались доступные входы незакрытой правительством, действительно настоящих туннелей, есть, ну, такие небольшие участки сохранили остекленение пещер. Кто-то, в таком числе, оплавлял пещерой до полной зеркальности, до остекленения. Есть такое местечко около Сексамана. Сейчас возможно туда не пускают, но можем попробовать пройти, но если засистят, придется уйти. Хорошо. А так есть. Я могу показать эти участки. Обязательно. Становитесь в тенечек, сейчас кое-что расскажу. Поскольку, я же говорил, что это шаманская страна, я кратко, это одну минутку займет. Здесь используются травы, которые очень сильно переводят вас на уровень вибраций, гиперсверхчувствительности. Вот когда ты становишься на уровень травы переходишь, и ты знаешь, о чем говорит трава. На уровень камня еще глубже уходишь, и ты знаешь, о чем разговаривают камни. И уходишь дальше, дальше, дальше. Так вот, за три месяца до того, как первый раз я действительно побывал в физическом теле, вот здесь, здесь, в этом месте, в Писоке, на руинах, за три месяца до этого я проходил сильную церемонию с Виваской. Поскольку я интересовался всеми этими событиями, историей и прочее, видимо, меня просто-напросто подключило. Я проходил Виваску здесь, в Писоке, у шаманки, вот, неизвестной. Вот, и тогда начались все сильные вибрации, меня неожиданно подключило к этому месту. То, что я увидел перед собой, видение было настолько реальным, что ты меня отключишь от физического мира. Вот эта тропа, она в другой форме несколько была, она загибалась вот оттуда, и я по этой тропе, по этой лестнице спускался. Этой лестницы не было, здесь было что-то другое. А вот что было. Интересно, что передо мной, прежде чем я делал следующий шаг вперед, на следующую ступень, передо мной возникал огромный камень полукруглой формы, формы полумесяца. Возникал камень. На нем кто-то невидимой рукой выписывал гравировку небезумной красоты иероглифы. Очень красивые, которые я не знал даже под Виваской, что они значат, но они завораживали, они умиротворяли внутри тебя. И после того, как гравировка появлялась, выбитая в камни, кто-то тот же невидимой рукой заливал туда раскаленное золото. Как только золото застывало в барельефе, я делал шаг. И так я дошел вот до этих руин. Когда я спустился между двумя зданиями, здания были с крышами, с плоскими крышами. Огромные гранитные блоки перекрывали все здание. И здания были покрыты пластинами чистого золота внешне, что я потом и обнаружил в музеях уже после этого. И я прошел между этими двумя зданиями, и я видел их еще с крышами. И когда я подошел к Интии Уатани, привед в солнце, там священный камень находится, который я сейчас покажу. Значит, когда я подошел к нему, мне было сказано, тебе еще рано. И после этого меня вымело оттуда, вымело из этого введения, выбросило просто-напросто. Сильно. Вот отсюда, вот на Интии Уатани, где вход центральный, это тоже он был под крышей. Они сейчас говорят, это астрономический центр, там что-то звезды наблюдали, ничего не наблюдали. Это место очень священное. Мы здесь наблюдали как раз, ну, по ночам, когда мы ночевали в Кишике, у нас балкончик в отеле был. Мы наблюдали над этим местом, два раза наблюдали. Кручение, появлялись огненные шары. Из одного шара появлялось два-три. Потом они снова соединялись и уходили уже в воздух, но они ни разу не приземляли сюда. Даже охранники, когда, прежние охранники, которые здесь были, они сказали, ночью здесь мы не остаемся, здесь страшно. Вот нам. Это им страшно, нам было очень интересно. А вот и мне и здание. Если вы сейчас обратите внимание, хорошо видно сверху трапециевидность ниш. Это не окна, это все закрыты. Угол наклона, внутреннего наклона ниш совпадает полностью с углом входа. Но и это не все. Угол входа и угол ниш совпадают с внутренним наклоном стен всех этих зданий. Стены формы усеченной пирамиды. Как будто пирамида бы шла вверх, но ее усекли просто. Ну, ага. Отсекли вверхную часть. То есть, она не вертикальная. Ага. Вот. Теперь нам рассказывают, что здесь соломенные крыши были, что это дом инков там, ну, это храм какой-нибудь. Нет. Это не дом. Жить здесь, ну, невозможно. Ночь здесь реально холодно. Ну, холодно. Когда была возможность, тогда раньше у нас здесь знакомый охранник был, могли ночью даже приходить медитироваться. Мы приходили, по два пончо, хороший матрасик такой под себя подкладывать здесь. Просто невозможно. Ну, очень холодно. Вот. И теперь, смотрите, вот это центральное здание, закругленное, там находится камень. Он бесформанный, по сути. Ну, да. Там есть пупырышки на нем такие. На нем мы выкладывали счетчик Гейгера, да, по-моему, называется? Да. Вот. Он показал в три раза почти превышающий уровень радиации на нем, чем находится на самолете, летящем пассажирском самолете на высоте 10 тысяч метров. Да, то есть, присутствие вот этой энергетики в этом смысле он и фиксирует. Но вряд ли именно эта энергетика интересовала тех, кто это все строил. Все вот эти здания, они разные. Видимо, для разных тональностей. Все они связаны были с звуком, с акустикой, сильнейшей акустикой. И дальше, еще один момент. Сначала под ЮАСКОЙ я увидел, что здания закладывались огромными блоками. Вот эти входы трапециевидные, они имели дверки, если это дверки, в кавычках можно назвать. Закладывался вход, полностью трапециевидный вход, закладывался трапециевидным блоком. Я знаю такое место, где эти блоки, хоть и небольшие, но еще сохранились. Они полностью закрывают входы в дольмены. А раньше все вот эти здания закрывались полностью блоком. Изъять такой блок, открыть дверку нереально было. Учитывая, что потолки, как туда внутрь попадать. Что это было, теперь мы не знаем. Условно для себя, изучая все эти места, я назвал это камертонами места. Что такое камертон, вы помните? Да, да, мы знаем. Есть такой эксперимент. Если у вас когда-нибудь будет такая возможность провести этот эксперимент, рекомендую. Ставите три камертона на стол. Один из них портите специально. Вот, неправильно, чтобы он не на ля ориентировался, не на звук ля. Вот, два камертона хорошо сонастроены. Вы ударяете первый, и от него идет звук ля. Но самое интересное, что на столе, с дистанцией между собой, второй камертон, который тоже исправленный, правильный, он тоже издает звук ля, реагируя на первый камертон. Ну, он начинает звучать. А третий камертон не звучит, потому что он не сонастроен с первыми двумя. Звук передается от камертона в камертон. Вот эти вот вещи, которые вы сейчас видите, вот эти здания, они являются своеобразными камертонами. Не случайно они стоят, могут стоять на вершине горы, они могут стоять на какой-то платформе Гиза в пустыне, где вероятность возникновения внутренних вибраций Земли была очень высокой. И тот, кто это строил, я их называю условно гипер-сверхчувствительной цивилизацией, которые были, скажем так, доступной технологией работы со звуком. Исключительно. А сейчас мы пойдем вовнутрь, и вот мы вдвоем, а вы вдвоем станете между нами, а мы вдвоем попробуем звуком хотя бы. Мы не знаем, что там было, какой звук использовался. Но мы попробуем он, он более удобен для звучания. в короб, его можно вытянуть. Так что, вы стоите вне гонали, у рамку развертываясь в другую сторону, чтобы звук не блокировался, да? Маска, не бойся, это только звук. Пошли. 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 Значит, смотрите, вы вдвоем, с Амеллией, вы станете здесь и здесь, а мы рядышком, вот там. одновременно на счет 3 сильненько так, сильно, не глухо, настоящий был у вас. Угу. Вот. А вы вставите сюда, Книшин, просто поднеси голову. У нас, когда 8 человек мужчин было, и 4 женщины, и женщины стояли здесь. Они дрогнули, потому что я вас на всех вот попередил. Маска, иди сюда, попробуем. Только голову. Хочет, значит, будем сами. Значит, заносишь, приблизительно ты будешь будить вот в эту точку приблизительно, так вот, чтобы тебе симметрично было, да? Да. Я уже так слышу. На счет 3. Раз. Два. Ум. Ум. Мечание. Здесь, да, потому что здесь нет. Тебе надо зайти сюда, и здесь мечание превратится в волны. Ну как? Ты все услышала? А теперь внеси голову туда. Засунь голову внутрь. Только это сам, козырек разверни. Чтобы она не глушила полностью и отражала звук. Ага, давай. Раз. Два. Ум. Ум. Прикольно. Что слышала? Да, большая группа. Да, нормально. Мать, хочешь послушать? Да, усиливает. Вау. Я отсюда вас слышала, да. Что слышала? Я отсюда вас слышала, да. Вау? А теперь здесь послушай. Ну не хочет, но... Вот про что я говорил. Это называется сакральная геометрия изменений. Да? Здесь число Пи, число Фи. Мы замеряли эти знания еще к тому же. А теперь смотри. А еще раз повторюсь. Наклон этих ниш равняется наклоном этих входов. И эти входы, наклон, уклон этих ниш, входов равняется наклону, внутреннему равнялся. Сейчас прикоснух немножко, но тем не менее видно, что они наклонены в внутрь. Там, где хорошо сохранилось, наклоны совершенно четко сохраняют форму. Это уже сакральная геометрия. Соответственно, здесь было что-то. Да, и здесь были полы. Полы полигональные. Я еще знаю куски, где они сохранились. Волиантай тамбу я вам покажу. Кусок сохранившегося пола. Это настоящий класс, когда из-за бритвы не пройдет. То, что они говорят, что сюда привязывались бревна, на которых опиралась крыша из соломы, солома глушит звук. И здесь солома не работает. Соответственно, это будут блоки, каменные блоки, для того, чтобы звук был еще сильнее, обшивалось еще и золото, навесили вон внутри. Золото сильнейший резонатор. И поэтому, возможно, золото вообще символово. Солнце, солнце, мужская энергия. Соответственно, вот этот звук, который мы сейчас здесь создаем, он принадлежал солнечной энергией. А есть вот это вот здание, где ниша маленький, вот это. И оно было серебряным. А это значит, это более женская энергия, более высокая. Если это нас погружает вниз, это уходит к свету. Это идет в нижней меры, а это в верхней меры. Почему солнце вниз идет? А в под... Солнце, оно везде. То солнце, которое мы имеем в виду, не вот это вот. Ну да. А то солнце, которое мы имеем в виду, оно внутри нас. И поэтому, в принципе, без разницы, какой мир, верхний ты погружаешься или нижний, свет всегда внутри тебя. Это очень важно понимать. Просто были те, кому проход был через нижнюю меры, и были те, кому проход через верхнюю меры. Но все это соединяется всегда в одно. Если ты в полном равновесии, ты устремляешься к великому нулю. Великая пустота, которая познает саму себя. Не, я просто показать эффекты, вот эти вот строительства, очень интересные, с точки зрения архитектуры, конечно, это уникально. Потому что... Вот тут. На природной скале, смотрите, что произошло. Сейчас покажу. Здесь интересный изгибчик есть. Ты его видишь? Сейчас, прямо с левой руки, от меня где-то есть изгиб один. Интересно. Так вот, смотрите. Это природная скала. Под нее, под скалу, подогнан каждый изгиб. Каждый изгиб. Это когда она шлифованная была. Времени много прошло, поэтому появилась эта эрозия. А теперь смотри. Изгиб здесь. Здесь камню придали изгиб, который здесь. Это идеальная форма была. Вот такие места. Было когда-то очень много таких мест. То есть, полностью повторение формы природной скалы в искусственном камне. Ну, вот я здесь вижу. Да, вот она. Вот она. Вот пошла. Опять. Впадинка. Вот здесь они сочетаются в впадинах. Все повторяется. Начинает повторяться. Это идеальная кладка без растворной, совершенно. Опять-таки, лезвие бритвы не проходит. И вот это все окружает вот это природное скалы. Это священный камень, над которым мы два раза видели, как кружились огненные шары. Огненные шары имели явно интеллектуальную форму поведения, потому что они разъединялись, соединились в одно и улетели потом в космос. Ну, в небо смысле. Вот. Что это такое? Так вот. Вот этот камень, Накечуа называется, Акечуа это главный язык страны, называется Интиуатана. Испанцы его перевели неправильно, потому что они перевели привязь, это, канавясь солнца. Канавясь солнца. Никаких коней, понятно, тут нет, но у них для перевода не хватило слова. Зато в русском языке прекрасно это укладывается в более простую фразу. Полный, доподлинный, добуквенный перевод этой фразы привязь солнца. Инти солнце. Уатана привязь. Это все. Огненные шары, которые появляются над нами, их крестьяне, высокогорные индейцы, которые занимаются пастушеством, пастухи, которые живут на высотах 4,5-5 тысяч метров, они их называют, по старой традиции, некоторые еще помнят, и называют их, я с ними разговаривал просто, они говорят, а это Инти. Я говорю, как Инти? Они говорят, это Инти. То есть боги солнца? Боги солнца. Ну вот. А в интерпретации католической, потому что их катализировали, и некоторые пастухи говорят, это ангелы, они нам помогают, когда у нас кто-то заболел или что-то такое. Я говорю, как помогают? Знаешь, что рассказывают? Вот смотри. Они говорят, когда человек заболел на этих высотах, там же нет ничего, ни формации, там хутора, стоят хижины с небольшими входами, чтобы было тепло, они заполняют мистеринку и загоняют туда пару-тройку лам, чтобы согреться внутри хижины. Вот. Когда у них заболевает кто-то, они относят такого человека к священной скале, которая у них есть там. Относят на паланкине, значит, оставляют его там и сами отсаживаются в сторону и жуют коку, закатывая глаза до белков туда и разговаривают и разговаривают про себя помощью у ангелов, которых называют еще по Сталинке Инти. И когда появляется огненный шар, он накрывает этого человека собой, а когда он отлетает, человек оказывается здоров. Как это может быть? Как это можно вязать с чем-то? Я пересказываю не то, что мне это самое, скажем, кто-то придумал где-то в книге вычитал. Это то, что мне пересказывали индейцы сами. Понимаешь? Да. Вот это уже интересно. Это уже не вверху, собственно говоря. Там, конечно, интересный вход как войти. Вот этот? Да, это тот же самый камень, который окружала вот эта полигональная кладка. Это он, священный камень, Инти-Уатана. Целиком. А как это сделано? А вот, смотри, какая плита врублена туда, да? Они кто-то вырубал, он черный по цвету камень. Они разные, бывает очень белый камень. Бывает очень... За этот Инти-Уатана на матч-пече вы видели белый камень. Вот. И везде ниши. Ниши, которые глядят наружу, это предупреждение о том, что здесь где-то есть туннели. Никто нам не покажет туннели. Но местные крестьяне из деревушки Карайка, рядом с Писоком, они говорят, у нашего бывшего помещика, помещичья усадьба и от церкви, прямо с подземелья церкви, под рекой идет туннель в гору. И они это знают все. Туннель. Ира, начинаем процесс. Сейчас будем лечиться. Держи. Вот и будешь лечить. Дайте мне. Вот на этом камне радиация такая, повышенная. Хорошо. Врата. С тыльной стороны врат и сверху еще. А были еще, когда внутри стоят столбики. Внутри вот этих ниш. Здесь этих столбиков нет. Ну так вот, по этой символике я знаю. Когда нам говорят, что здесь нам на рисунках иногда показывают, здесь такие дрова ставили, балки деревянные ставили для закрытия, чтобы туда никто лишний не ходил. Нет, это не правда. Это всего лишь символы. Что за символы? Везде, где вы видите вот такие небольшие мишки, это предупреждение. Здесь где-то туннели, подземелья. Где-то мы. Да. Это сюда ходить мог, только повторяюсь, только шаман Паку. Паку, связующий звено между людьми, живущими в долине около реки, потому что здесь делать нечего. Там все растет. Здесь ничего не растет между людьми и богами. Вот что интересно. Здесь мы клали еще чуть-чуть. Малая доза стимулирует. Не ядерный жидкий. Мне надо, надо стимулироваться. Смотрите, как красиво. Вот это вот стена хорошо сохраняла наклон внутренним наклоном. Его прямо видно, что он заваливает. Да. Еще раз, еще раз повторяю, чтобы это запомнилось. наклон входов, трапециевидных входов совпадает полностью с наклоном внутренних ниш здания. А наклон внутренних ниш и наклон входа совпадает с наклоном стен здания. Это форма усеченной пирамиды. Вот что это такое. Все закрыто было гранитными плитами сверху, потому что звук работает только в плотном каменном облачении. Пол был полигональный и дверь, если эту дверь можно назвать, как я говорил в кавычках, это была большая трапециевидная плита. Я так и нашел. Осколки есть, а есть это вот в районе Тики-Каки сохранилась сама дверь, стоящая в том месте, где она и должна стоять. И она идеально подобна на подход. Вытащить ее оттуда весом вот эти дверки, но веса тут был у этой дверки, скажем, 2-3 тонны. ни открыть ее никак не предполагалось. Ничем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И он по очечке поправит, в этой шапочке своей очечки такой бледный-бледный он весь это поправит, посмотрит на них внимательно, строго и опять читает по бумажке. Видно по шаманам ничего не понимает, для чего он приехал, для чего их собрали вообще, что он хочет нам сказать, что он вообще им может сказать, а не травники. Они гораздо больше знают. Ну да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А мы были вон там. Теперь спускаемся. Маська молодец, хорошо ходит, весело. Иди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok